Когда и где началась любовь Божия к человеку? Не в ведемском ли саду? Не тогда ли, когда человек из-за своего непослушания пал, и Бог, видя его безвыходное положение, жалился над своим творением, которое он создал по образу и подобию своему, и там же в ведемском саду он решил найти способ, как его спасти? Так ли это было? Нет. Ничего не может быть дальше от истины, чем такое понятие о Божьей любви. Ведь Бог вечен, а если Он вечен, тогда и любовь Его вечна, ибо Он есть любовь. Любовь, она присуща Богу. Это ведь главный Его атрибут. Помните, как Бог сказал, шесть пророка Ереме своему народу, «Любовью вечную я возлюбил тебя». И тут слово «вечность» нужно понять в полном смысле этого слова. Иначе говоря, Божья любовь не имеет не только конца, но она и без начала. Она всегда была, она всегда будет. Вечность не имеет ни начала, ни конца. Бог прежде создания мира, прежде вековых времен, возлюбил нас славой и благодарением Ему. Уже прежде создания мира, Его любовь предопределила заместительную жертву Своего Сына. Любящее сердце Бога составило план нашего спасения прежде создания человека, прежде создания мира, да прежде вековых времен. О, какую надежду, какую уверенность и отраду имеем мы в этой чудной, вечной любви Божией. Воистину, она непостижима нашему уму. Но, дорогие мои, то, что было скрыто от вечности, Бог в Своё время открыл. Он открыл Свою благодать, Своё намерение нас спасти. Бог не утаил Его, но явил Его нам, чтобы вера наша была основана на конкретном историческом факте явления на эту греховную землю Сына Его Иисуса Христа. В этом и заключается благовестие Божие. Об этом сказано в 9 и 10 стихах первой главы второго послания апостола Павла Тимофею, где он говорит так, что Бог призвал нас званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшей же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь нетленья «Чрез благовестие». Божья любовь и Его благодать мы не могли иначе узнать, как только через явление Его Сына Иисуса Христа на эту землю. Он пришел, чтобы явить нам Отца. Он Сам сказал, «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его. Я и Отец одно». Поэтому, возлюбленные, если мы желаем узнать, каковым является Бог, тогда необходимо познакомиться с Его Сыном Иисусом Христом. Вот почему так важно читать Библию, изучать ее и углубляться в нее. В ней написано от начала до конца об Иисусе Христе. Читая Ветхий Завет, мы Христа найдем там в пророческих изречениях, в прообразах, в истории, в поэзии, да на каждой странице Дух Святой нам откроет живого Христа. Но только когда мы переходим в Новый Завет, мы можем, как Симеон, о котором сказано, что он чаял утешение Израилева, сказать, «Ныне отпускаешь раба Твоего, владыка, по слову Твоему, с миром, ибо видели, отче Мои, спасение Твое». Это было, когда принесли в храм младенца Иисуса, и старец Симеон, которому было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня, взял младенца на руки и воздал благодарность Богу. Да, в ту незабвенную ночь, когда явился ангел Господень, и слава Господне осеяла стерегущих свои стада пастухов, пришла полнота времени, и Бог послал Сына Своего Единородного на эту греховную землю. Он послал его, чтобы искупить род человеческий, чтобы каждый верующий в Него получил усыновление и вечно сроднился с Ним. Дорогие мои, явление Иисуса Христа на арену мировой истории не было случайным. Оно было результатом изволения и благодати Божией, зачатой в любящее сердце Его прежде вековых времен. Итак, с пришествием Иисуса Христа на эту землю явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Вы заметили, для чего пришел на эту землю Сын Божий? Допустим, что Иисус пришел бы на эту землю только показать нам, кем является Бог, а ведь Он один мог сказать, «Видевший Меня, видел Отца». Но если в этом бы заключалась вся миссия Христа, то какой отрадой было бы это для нас? Или если Христос пришел бы явить любовь Отца, делая добро, исцеляя больных, утешая страждущих и насыщая голодающих, то Он сделал бы не больше, чем сделали и некоторые другие. Нет, возлюбленные, явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. В этом именно заключается благая вещь, что любовь Божия спасительная. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он отдал Его, чтобы через Него разрушить смерть и явить жизнь, вот для этого Сын Божий воплотился. Он стал плотью. Это значит, что Он стал настоящим человеком. Разве не чудно, дорогие мои, что Тот, Который был от начала, Которым создано все, Тот, Который есть прежде всего, через Которого все начало быть, Он принял на Себя человеческую плоть и обитал с нами. И все это Он сделал, чтобы спасти нас. Только через воплощение Себя, человеческое тело, мог Он разрушить смерть и дать нам жизнь и нетление. Почему апостол Павел говорит здесь, что Христос явился, чтобы разрушить смерть? Этим он напоминает нам, что голговская смерть нашего спасителя является не только заместительной смертью, то есть, что Христос не только заплатил полностью Своею смертью за наш грех и одержал победу над грехом, но что Он Своею смертью разрушил и саму смерть, как мы поем, «смертью смерть попрал». Он упразднил этого последнего врага смерть. Грех и смерть – это главных два врага человека. Этих двух врагов нельзя разлучить друг от друга, они взаимно связаны. Апостол Яков говорит, что сделанный грех рождает смерть. И в послании апостола Павла к римлянам написано «возмездие за грех смерть». А в пятой главе мы читаем, что грех вошел в мир и грехом смерть. Таким образом, мы видим, что прямым результатом греха была смерть, и этого последнего врага смерть Христос и пришел разрушить. Заметьте, дорогие мои, что эту победу над смертью Господь Бог также усмотрел до создания мира. В послании к евреям в четвертой главе сказано, что дела Его были совершены еще в начале мира. А в книге Откровения сказано, что агнец Божий заклан был от создания мира. Это тоже недоступно человеческому уму, но это потому, что мы ограничены понятием времени, а Бог вечен, Он так не ограничен. Поэтому в своем намерении к нам Он уже искупил нас в вечности, как сказано в первом послании Петра, кровью Сына Своего, как непорочного и чистого ангца, предназначенного им еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для нас. Да, возлюбленный, эта чудная истина не была вчерашним замыслом или мыслей, явившейся Богу, когда человек пал, но она была у Бога уже в вечности. Это вечное изволение Божие и является прочным фундаментом, камнем, на котором покоится все чудное построение нашего спасения. Слава и Благодарение Ему. Есть люди, которые боятся этой мысли о предвечном изволении Божьем. Они говорят, что она такая таинственная и непонятная, а ось я не предназначен к спасению, не включен в Божие изволение. Поэтому, дорогие мои, важно отметить, что дальше сказано в нашем тексте. Слушайте. По своему изволению и благодати. Изволение и благодать, они связаны. Их нельзя разъединить. Как вечно Его изволение, то есть намерение Божие, так же вечно и благодать Его. Ибо оба они от вековых времен. Намерение Божие исходит от Его благодати. А благодать – это натура вечного Бога, от которого исходит изволение Его. Следовательно, оно должно быть полной благодати, как и сам Бог. Дорогие мои, нет никакой основы для страха в намерении, который побуждается любовью, благодатью Божией. И вот, возлюбленные, это изволение благодати Божией явлено, как нигде на Голгофе, ибо там Сын Божий смертью попрал смерть. Это не значит, что теперь нет больше смерти и что чада Божий ее избежит. Мы знаем, что это не так. Ему, Иисусу Христу, говорит Слово Божие, надлежит царствовать, доколе Он не сложит всех врагов под ноги Свои. И этот чудный день, когда Он не сложит всех врагов Своих, включая и последнего врага, смерть придет. Об этом мы читаем в книге Откровения, в 20 главе. И смерть, и ад, повержены в озеро огненное. И сразу после этого сказано, что Иоанн увидел новое небо и новую землю, прежнее небо и прежняя земля миновали. О, какой чудный день это будет, дорогие мои! Но, возлюбленные, в одном отношении смерть уже поражена. Своим воскресением Иисус Христос не только поразил смерть для каждого верующего в Него, но и тем самым явил жизнь и нетление. Слушайте, как у гроба Лазаря в присутствии смерти Христос говорит, «Я, Есмь, воскресение, жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Вот почему, дорогое чадо Божие, хотя мы еще и не видим, чтобы все было Ему покорено, как сказано в послании к евреям, смерть потеряла свое жало для верующего, так как жало смерти, то есть грех, Христос взял на Себя. Он принял в Себя смертоносный яд греха всего человечества, дабы смертью лишить силы, имеющего держава смерти, то есть дьявола, и тем самым Он избавил нас, которые от страха смерти, как говорит Слово Божие, через всю жизнь были подвержены рабству. Поэтому, какую роль сыграет смерть для человека, целиком зависит от его отношения к Иисусу Христу. Всем положено однажды умереть. И хотя смерть и является врагом, все же для одних она потеряла свое жало, однако для других она является врагом с едоносным жалом. Разница, дорогой друг, в том, какое значение имеет для тебя Иисус Христос. Если ты веришь, что Иисус Христос умер за твои грехи и что Он воскрес для твоего оправдания, то смерть для тебя будет лишь коридором из тленного в нетленное. Тут, как Слово Божие говорит, ты носишь образ перстного, там же, по той стороне долины смертной тени, ты будешь носить образ небесного. Чтобы войти в Царствие Божие, человек должен родиться вновь, то есть свыше от Духа. Видите, плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Должно вам родиться свыше. Но, дорогие мои, есть еще другая истина. Слово Божие говорит, что некоторым не нужно будет пройти эту долину смертной тени. Подумайте, что будет одно поколение детей Божих, которые не вкусят смерти, да, они будут восхищены с рейтенью Господу на облаках, как мы поем, быть может, зарей, когда утро начнется, и солнечный луч сквозь туманы пробьется. Придет Иисус в полноте Своей славы собрать от земли своих. Да, говорю вам тайну, пишет апостол Павел Коринфянам, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, в обновении ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо нетленному сему надлежит облечься в нетленье, и смертному сему облечься бессмертие. И тогда, дорогие мои, сбудутся написанные слова «Поглощена смерть победою». Все это было усмотрено Богом, предупределено им, и в намерении Его совершено еще перед началом мира. Бог вечной Своей любви к нам предусмотрел это чудное спасение. Нам нужно Его только принять, принять как дар Его вечной любви, слава и благодарение Ему за неизреченный дар Его. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...